Токаревская кошка, мыс Кунгасный, Змеинка. Глава Владивостока Виталий Веркиенко продолжает проверять пляжи и места массового отдыха во Владивостоке. Главная цель подобных рейдов – проверить, как арендаторы территории используют выделенные им участки, как ведут свою деятельность и исправно ли платят налоги. Я не поленился, поднял справку, сколько его прибой заплатило налогов. В 2017 году 20 800 рублей НДФЛ составил. Это означает, что у вас работает один человек и на зарплате 9 тысяч рублей. Инспекция началась с одного из самых живописных мест отдыха – пляжа на Токаревской кошке. Здесь всегда много горожан и гостей приморской столицы. Из-за состояния дна место непригодно для купания. Арендатор пояснил, что прибрежная территория разбита на три условных зоны отдыха. Пройти пешком к морю могут все желающие совершенно свободно. А вот за пользование шезлонгом или зонтиком придется уже заплатить. Вы понимаете, для чего предоставляет город пляжи в аренду? Совершенно верно. Для того, чтобы арендаторы, выполняя честные обязанности по договору, построили места отдыха, соблюдали тут безопасность, комфорт, отдых для жителей города. Территорию этого пляжа передали в аренду 17 лет назад для строительства центрального городского пляжа. Однако за этот срок построили мало, считает Виталий Веркиенко. Поэтому организацию места массового отдыха глава оценил удовлетворительно. Сегодня арендатору необходимо предоставить концепцию развития излюбленного места, отдыха жителей и гостей города. Оно выглядит странно. Все муниципальное имущество должно передаваться на конкурсной основе, либо на условиях концессии. Вопросы добросовестной уплаты налогов возникли и к арендатору Кунгасного. Здесь за аренду пляжа платят 1600 рублей в год. Хочу ознакомиться с вашим перспективным планом. Я услышал, что у вас появился японский инвестор. Поэтому познакомьте меня с планами по развитию в графической форме и во временных рамках, когда вы планируете это сделать. Арендатор доложил, что уже сейчас есть японский инвестор, который готов вложить средства в развитие территории. Здесь планируется построить гостиницу, круглогодичный водный центр и благоустроить территорию. Глава города по итогам визита на Кунгасный поручил специалистам профильных управлений администрации города разобраться во всех вопросах, связанных с арендой данного участка, в том числе и размере арендной платы. На пляже в районе бухты Улис можно не только бесплатно позагорать, но и помыться после отдыха в душе. Арендатор также рассказал, что в местном кафе всегда бесплатно готовы накормить людей с ограниченными возможностями. Между тем, проверки муниципальных пляжей и мест массового отдыха будут продолжены. К тем, кто не примет необходимых мер и не устранит все замечания, примут соответствующие меры. Светлана Садовая, Новости на Восьмом.